Шалом! 23 глава Евангелия от Матфея начинается следующими словами. Тогда Иисус начал говорить народу и ученикам своим и сказал, На Моисеевом седалище сели книжники и фарисеи, и так все, что они велят вам соблюдать, соблюдайте и делайте. По делам же их не поступайте, ибо они говорят и не делают. Ортодоксальные евреи, а также небольшая часть мессианских евреев, желающих жить по ортодоксальной Аллахе, то есть придерживаться раввинистических постановлений, регламентирующих повседневную жизнь еврея, Читает эти стихи и говорит, вот посмотрите, черным по белому написано все, что они вам велят соблюдать, соблюдайте и делайте. Сказал Ишуа своим ученикам о фарисеях и книжниках, отсюда следует пару важных выводов. Во-первых, говорят они, поскольку Ишуа полностью принимал все учение фарисеев, и его выпады против них были вызваны никаким бы то ни было несогласием с их учением, а только их непоследовательностью. То есть Ишуа нравилось все, чему они учили людей, и не нравилось только то, что они сами не следовали собственному учению. Об этом пишет, например, ацитоксальный еврей Пинхас Полонский в своей книге «Еврейский взгляд на христианство». Кто его уполномачивал выступать от лица всего еврейского народа, я не знаю, но это отдельная тема. Во-вторых, второй вывод из этих стихов в начале 23 главы. Говорят нам, поскольку хранителями и наследниками традиций фарисеев и книжников являются ортодоксальные раввины, мы, последователи Мессии, должны жить по их учению, то есть вести образ жизни ортодоксальных евреев. Это можно услышать от некоторых мессианских евреев, как в Израиле, так и в Диаспоре. Что же на этом можно сказать? Если бы в течение всего своего служения Ишуа сказал о фарисеях, книжниках и их учении вот только эти несколько фраз, тогда все действительно было бы так однозначно, как это нам представляют ортодоксы и сочувствующие им. Однако, если вы читаете Новый Завет не с целью надергать из него удобных вам цитат, как это делает господин Полонский, а целиком, то картина становится немножко более сложной. Какая же она в таком случае становится? С одной стороны, мы видим, что Ишуа жил безусловно по-еврейски. Это значит, что он соблюдал как письменную Тору, так и некоторые неписанные, то есть устные традиции. Какие же, например? Он ходил в синагогу, чего Тора не предписывает. Не только ходил в синагогу, но и участвовал в синагогальной литургии, как об этом нам пишет Лука. То есть там присутствует чтение отрывка из пророков во время субботней литургии, и Тора это чтение не устанавливает. Ссылаясь на Танах, Ишуа называл его «закон и пророки» или «закон пророки и псалмы». Как это, собственно, и было принято в его время. Он возлежал за столом во время пасхального седера, то есть ужина, и это предписывало устные традиции, а не письменные Тора. Тора насчет этого вообще ничего не говорит, как сидеть или лежать за пасхальным ужином. Ишуа благословлял хлеб перед принятием пищи, как предписывала устная традиция, а не Тора. После седера он вместе с учениками пел псалмы, опять-таки, как это предписывало не Тора, а устная традиция. Наконец, он учил в синагогах и на открытом воздухе, так же, как и его современники. Он использовал те же самые учительские приемы и методы, что и они, то есть притчи, сравнение учителя с учеником и другие. Одним словом, Ишуа жил не в вакууме. Он жил среди своего народа, к которому и было обращено его слово и служение. В общем, его, конечно же, воспринимали не как инопланетянина, а как еврейского учителя, хотя и отличавшегося во многих отношениях от других учителей Тора. Теперь об этих отличиях и более конкретно об отношениях Ишуа с фарисеями и о других его высказываниях о них и их учениях. Прежде всего, нужно сказать, что Евангелие не рисует всех фарисеев врагами Ишуа. Как большинство религиозных движений, фарисеи не были монолитной массой, то есть внутри этого течения были разные направления. И, соответственно, неудивительно, что не все фарисеи относились к Ишуа однозначно плохо. Хотя, конечно, у Матфея все упоминания фарисеев носят негативную окраску. Лука упоминает три случая, в которых отношения фарисеев к Ишуа позитивные. Первый в седьмой главе, когда фарисей по имени Шимон приглашает Ишуа на обед. Гостеприимство хозяина по отношению к Ишуа было умеренным, конечно, то есть не превышало обычно принятого, что Ишуа, конечно же, и отмечает, указывая на то, что ему он не омыл ноги, не поцеловал и не помазал ему голову маслом. Тем не менее, само по себе приглашение на обед – это шаг дружественный. Второй случай описан у Луки в тринадцатой главе, в тридцать первом стихе мы читаем следующее. В тот день пришли некоторые из фарисеев и говорили ему, Ишуа, выйди и удались отсюда, ибо Ирод хочет убить тебя. Это явно дружеский поступок, и он очень красноречиво говорит сам за себя. И третий случай в четырнадцатой главе, когда Ишуа опять обедает в доме фарисея, на этот раз даже одного из фарисейских лидеров. Судя по тому, что все внимательно наблюдали за ним, можно заключить, что обед протекал в несколько напряженной атмосфере, она наверняка накалилась еще больше, когда Ишуа намеренно завел разговор об исцелении в шаббат, а затем исцелил одного из присутствовавших на этом обеде. И тем не менее, конфликта там не было. В продолжении обеда Ишуа рассказал гостям притчу о том, как нужно выбирать себе место на пиру, а хозяину о том, кого звать на пир. Ну и наконец, евангелист Йоханан, или Иоанн, сообщает нам о человеке по имени Никодим. Еврейское его имя было Нагдимон. Он говорит о нем, как об одном из фарисеев, занимавшем видное общественное положение. Послушайте. Среди прушим, то есть фарисеев, был человек по имени Нагдимон, который был руководителем Иудея, то есть жителей Иудеи. Этот человек пришел к Ишуа ночью и сказал ему, «Раби, мы знаем, что ты учитель, посланный Богом, потому что никто не может совершать чудеса, творимые тобой, если Бог не будет с ним». Обратите внимание на его слова «мы знаем, что ты учитель, посланный Богом». Кто это «мы», от имени которых говорит вот этот фарисей? Вполне вероятно, что больше или меньше группа фарисеев, которых он представлял. Если руководящее положение, о котором пишет Йоханан, было членством в Синедрионе, то не исключается, что Нагдимон говорит даже о группе внутри Синедриона, которая считала Ишуа посланником Божьим. Учитывая, что дружественные Ишуа-фарисеи, о которых пишет Лука, знали о планах Ирода по его устранению, то будет разумно предположить, что эти люди были вхожи в высокие кабинеты или во всяком случае имели там связи, благодаря которым получали инсайдерскую информацию. В общем, они были не последними людьми в иерархии власти. Так что вполне возможно, что у Ишуа были среди фарисеев весьма влиятельные, если уж не сторонники, то во всяком случае сочувствующие. Тем не менее, подавляющее большинство новозаветных упоминаний о фарисеях указывает на то, что эти сочувствующие по тем или иным причинам не определяли общей картины отношения фарисеев к Ишуа и не имели реального влияния на ход событий, связанных с ним. Были, вероятно, также фарисеи, которые занимали нейтральную позицию, как, например, несколько лет спустя Рабан Гамлиэль Старший, в русской Библии он называется Гамалиил, он занял нейтральную позицию по отношению к апостолу. В любом случае, ясно, что верхушка фарисейского движения конфликтовала с Ишуа, и чтобы правильно понять его слова в начале 23 главы Матфея, нам нужно правильно оценить суть, причины и остроту этого конфликта. Прежде всего, о его сути. Был ли он внутрифарисейским, как утверждает Полонский? То есть, был ли это конфликт фарисеев по имени Ишуа с фарисейской же элитой? Или это был конфликт фарисеев с чужаком? На второй вариант указывают два фактора. Намерение фарисеев убить Ишуа и слова самого Ишуа о фарисеях и об их учении. О том, что фарисеи в определенный момент захотели убить Ишуа, пишут Матфей и Марк. Матфей пишет о попытке фарисеев. Марк пишет о двух тандемах, фарисеев и Иродиан, а также книжников и первосвященников. Лука тоже дважды говорит о намерениях убить Ишуа. Вначале о первосвященниках, книжниках и старейшинах народа, которые хотели это сделать, а затем о первосвященниках и книжниках. То есть, фарисеев он, с одной стороны, не упоминает здесь явно. Почему? Потому что, давайте вспомним, что именно у Луки мы находим три описания контактов фарисеев с Ишуа, и во всех трех случаях фарисеи выглядят как минимум не врагами, а в одном даже друзьями. Возможно, что при всей своей объективности историка, Лука по тем или иным причинам все-таки поставил перед собой цель не сгущать краски при описании фарисеев, чем и объясняется тогда вполне естественно отсутствие в его Евангелии каких бы то ни было упоминаний об их планах убить Ишуа. Тем не менее, упоминание старейшин народа и книжников, в принципе, не исключает из их числа и фарисеев. Конечно, Матфей, Марк и Лука неоднократно употребляют вот это выражение книжники и фарисеи, поэтому нам очень легко думать о них, как о двух разных группах людей, книжники и фарисеи. Однако в деяниях апостолов Лука говорит о книжниках, принадлежавших к фарисейскому движению. Там употребляется такое выражение книжники фарисейской стороны. Так что, скорее всего, это строгое разделение книжники и фарисеи, оно не совсем правильное, не совсем точное. И молчание Луки о намерении фарисеев убить Ишуа совсем не исключает, что среди книжников и исторейшин, о которых он говорит, были и фарисеи. В любом случае, ясно, что хотя фарисеи были и не единственные, кто хотел устранить Ишуа, сомневаться в серьезности их намерений у нас нет никаких оснований. И тут возникает вопрос. Если, как утверждает Полонский, Ишуа был одним из фарисеев, то почему же фарисеи хотели убить своего человека? Нормальные сообщества, как и нормальные люди, отличаются инстинктом самосохранения. Это один из самых основных и глубинных наших инстинктов. Люди и сообщества могут себя очищать. Сообщество может себя очищать от инородных тел, проникших внутрь, или от мутантов, отступников, например. То есть был свой, стал чужой, мутировал. Вон. Могут защищаться от внешних врагов. Но уничтожать своих — это суицидная наклонность, это что-то самоубийственное. И такой наклонности за фарисеями не водило, судя по тем историческим документам, которые у нас о них есть. Чейный Ишуа все-таки для них был чужаком. Причем чужаком опасным. На это указывают также и высказывания самого Ишуа о фарисеях. Среди всех нелестных выражений, которые встречаются в Евангелиях о них, чаще всего употребляется слово «лицемеры». В греческом языке это слово означает прежде всего «притворщик», «симулянт» или «актер». Другие выражения — это «слепые вожди», «безумные», «порождение ехидны», «змеи». Никого другого Ишуа так не называет. Чтобы увидеть, что это не внутрисемейная ссора, достаточно сравнить все вот эти слова с тем, что Ишуа говорил действительно близким ему людям, то есть двенадцати апостолам. Этих он мог назвать несмысленными, медлительными сердцем, маловерами. Но в одном исключительном случае он, обращаясь к Петру, произнес дать слово «сатана». То есть им тоже доставалось время от времени от своего учителя, в основном за неверие. Но то, как Ишуа отчитывал их, то есть членов своей духовной семьи, не идет ни в какое сравнение с фарисеями, о которых он сказал, что они отвергли волю Божью. С ними у него был совсем другой разговор. И об учении их он тоже высказывался вполне однозначно. Переправившись на другую сторону, ученики его забыли взять хлебов. Иисус сказал им, смотрите, берегитесь закваски фарисейской и саддукийской. Они же помышляли в себе и говорили, это значит, что хлебов мы не взяли. Уразумев то, Иисус сказал им, что помышляете в себе, маловерные, что хлебов не взяли? Еще ли не понимаете, не помните о пяти хлебах на пять тысяч человек и сколько коробов вы набрали? Не о семи хлебах на четыре тысячи и сколько корзин вы набрали? Как не разумеете, что не о хлебе сказал я вам? Берегитесь закваски фарисейской и саддукийской. Тогда они поняли, что он говорил им беречься не закваски хлебной, но учения фарисейского и саддукийского. Обратите внимание, здесь Ешова говорит именно об учении. Ясно, что его подчинение фарисейскому учению, о котором пишет нам господин Полонский, это выдумка чистой воды. О том, как же в таком случае нужно понимать его слова в 23 главе Матфея, в ее начале, я уже говорил в программе под названием «Седалище Моисеева». Это третья часть серии программ под общим названием «Поговори со мной, Тора». А на следующей неделе мы поговорим о причинах конфликта фарисеев с Ешуа. Спасибо. Шалом. Мессианский центр «Возвращенные на Сион» из Израиля ставит перед собой цель рассказать Израилю о мессианстве и Ешуа, а также передать свежее послание из Сиона. Присоединяйтесь к нам и следите за нашими обновлениями на сайте www.azisdefismedia.tv Продолжение следует...